Привет народ, как дела? Тема этого видоса, почему нам разонравилась игра. Как в этом разобраться? На мой взгляд все очень просто. Берем человека, которому не нравится игра. И начинаем в нем менять все, что только можно. И запоминаем, что изменили. Что дало положительный эффект. Тем самым мы поймем, что бесит в игре больше всего. Как этого избежать и сделать, чтобы игра нравилась. Ну и в конце мы сделаем вывод, стоит ли так заморачиваться или лучше просто все бросить. Итак, давайте разбираться на моем примере, что повлекло к тому, что игра разонравилась. Все очень просто. Я пришел играть в одну игру. Какой-то период времени я в нее играл. Но она начала меняться. И сейчас, на данный момент, это две разные игры. То, во что я начинал играть. И то, чем игра является сейчас. Игра меняется, и нужно под нее подстраиваться. Но основная аудитория данной игры, взрослые дядьки. Тратить много времени на игру и разбираться в быстро меняющейся игре. Которую захламляют огромное количество новых механик, новых танков, изменений всяких разных. Они, конечно, происходят не так уж быстро и часто. Но, в целом, за эти годы игра изменилась очень сильно. И постепенно нужно было привыкать и подстраиваться под каждое изменение. Каждый раз пропуская мимо себя каждое изменение. Не научившись ему, не подстроившись. Мы накапливали те вещи, с которыми в игре мы не особо разбирались. По итогу, через время, они начали нас раздражать. И их стало очень много. Менялись танки. Наши любимые танки или имбовые какие-то танки нерфились или устаревали со временем. Появлялись новые, более сильные танки. За этим всем нужно следить, чтобы не играть на мусоре и не мучаться, а играть на сильных новых танках, либо апнутых старых. В общем, нужно следить за трендами, какие танки актуальны. Не все это делают. Поэтому, играя на слабом танке, ты изначально играешь уже слабее. Тянешь свою команду на днище и содержание своей игры тоже. Поменялся стиль игры. Игра очень сильно ускорилась. Добавились новые механики. Оглушение, залп, барабаны с дозарядкой, колесные танки. Появились уникальные танки с уникальным геймплеем. Под каждую такую вещь нужно было подстроиться, научиться, как играть с ней или против нее. Пропуская каждую из таких вещей, мы очередной раз накапливаем негатив. Ну и бои по продолжительности стали очень быстрые. За счет чего, часть танков стали не особо подходить под такой геймплей. А некоторые танки, наоборот, вышли вперед. Под это тоже нужно было подстроиться. Также в игру добавились новые моды, настройки. Они все тоже полезны, ими нужно пользоваться. Их нужно как минимум включить, чтобы к ним хотя бы привыкнуть. Поскольку я замечаю, что некоторые люди банально просто не могут настроить правильно клиент игры. Чтобы нужная информация была перед глазами, чтобы правильно следить за ходом боя и реагировать правильно на изменения в нем. Также поменялись карты. Стиль карт стал более коридорный. Даже открытые карты чаще всего играются как коридорные. На первый план вышли танки более бронированные, с хп, с хорошей альфой. Лобовая броня, закалка, вот эти все дела стали очень сильно форситься. Стали очень популярными. Под это тоже нужно было подстроиться. Как минимум нужно было на это обратить внимание и научиться с этим жить в игре. И все это огромное количество изменений, новинок и просто новых механик обрушилось на взрослых дядек, которые после работы просто приходили отдохнуть в игре. Механик было в разы меньше. Инструментов в бою, которыми можно было пользоваться, тоже меньше. Игра была проще намного. Просто изучаешь карты, позиции, играешь позиционки, какие-то тактические передвижения. Времени на все это было гораздо больше. Можно было немножко подумать, призадуматься в бою. Потихоньку все проанализировать. Но сейчас на все это времени нет. И времени во всем этом разбираться тоже нет, как и желания у многих. Ведь это нужно потратить на все это время. Разобраться, научиться, как с этим пользоваться. Как с этим просто жить в игре. Как этому противостоять. Для этого нужно смотреть топ игроков. Играть самому. Накатывать бои. То есть нужна и теория, чтобы наглядно видеть, как самые сильные игроки этим пользуются. И практика тоже нужна. Поскольку когда мы не играем, мы потихоньку разучиваемся. Как видно по онлайну в игре, большинство игроков не стали во всем этом разбираться. Оно начало их все это раздражать. Стиль игры поменялся. Уже только поэтому можно уйти из игры. Поскольку мало того, что под измененный стиль игры нужно подстроиться. Не факт, что он будет нравиться, даже когда ты подстроишься. В общем, на своем примере. Меня игра стала меньше раздражать, когда я стал лучше в нее играть. Чтобы лучше в нее играть, я смотрел, как играют топ игроки. И пытался выпрямить свои кривые клешни. Это реально помогает. Но полюбить новый геймплей не поможет ничто. Ты либо его любишь, либо нет. Через силу лучше не пробовать делать в жизни вообще ничего. Поскольку получится всегда говно. Это такой вот большой первый пункт. Почему? А теперь второй пункт. Нужно убрать все негативные факторы, которые у нас могут случаться в игре. Во-первых, нужно подобрать сервер, который нам морально подходит больше всего. Хотите верьте, хотите нет, выбор сервера очень сильно важен в плане того, во что вы будете играть. На разных серверах разное количество арты. Разный прайм тайм на разных серверах. Даже игра немного по-разному ощущается. Также нужно выбрать время, в которое вам лучше всего играть. Допустим, когда я с утра просыпаюсь и рано захожу в World of Tanks, у меня каждый раз горит жопой, потом нет настроения весь день. Соответственно, что нужно сделать? Не заходить утром в игру вообще. Все, проблема решена. Следующее. Ночью у меня все время отвратительные бои. То ли я уже как-то не так играю, то ли игра какая-то не такая. Все просто. Ночью мы просто спим и не играем в это говно. Таким образом берем и вычеркиваем все, что нас раздражает. Будет очень интересно, если мы вычеркнем целиком всю игру и просто в нее не будем играть. Что в принципе большинство игроков и сделали. Но есть те, которым до сих пор игра не нравится, но они продолжают в ней находиться. Вот это видео скорее всего для них. Также у меня все время горит жопа и мне лень играть после того, как я покушаю. Соответственно, я хочу отдыхать. Когда я хочу отдыхать, я не хочу потеть в картошку. Если я в этот момент зайду в нее, скорее всего у меня сгорит жопа. Поскольку World of Tanks на самом деле сомнительная игра для отдыха. В ней нужно реально потеть и прикладывать много усилий, внимания в бою, ни на что не отвлекаться. В конце можно сделать вывод. Стоит ли столько усилий и времени вкладывать в это все дело. На мой взгляд игра превратилась в игру для задротов, для статистов, которые борются за всякие циферки. У них какая-то там цель есть и так далее. Если у вас такой мании циферок нет, то скорее всего, наверное вам нечего в этой игре делать и прикладывать столько усилий. Стоит ли это того или нет, каждому решать самому. Есть игры, где можно чисто отдыхать, чилить. Всякие там сюжетные. Разные жанры игр есть. Картошка вот видимо превратилась в такое вот. Игру для задротов. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующих видосах.